В этот магазин приходят не только за цветами. Искушенный покупатель знает, среди роз и хризантем спрятан нелегальный товар. Пусть некачественный, но по привлекательной цене. И пока одних дешевая водка радует, других магазин пугает. Мамочки жалуются, гулять в районе с детьми стало небезопасно. Чтобы выйти с ребенком, мы должны вообще куда-то далеко уйти, вообще в другой двор, чтобы вот это вот все наши дети не видят. О том, что происшествия с их улицей чаще всего попадают в криминальную сводку благодаря именно этому магазину, жители рассказывают главному полицейскому города на сходе. Андрей Чапурной заверяет, вопрос поставлен им на особый контроль. В отношении лиц, которые ведут незаконную торговлю, составлено 8 административных протоколов. Возбуждено 2 уголовных дела. Из-за оборота изъято десятки литров алкогольной продукции. Сотрудники районного отдела и лично он сам не раз выезжали на встречу с продавцами. Это осенью все возможные уголовные дела. Это оперативная обстановка вокруг этого магазина. Это драки, это причинить телесные повреждения, это грабежи. И все говорили, что они заходили в магазин цветы. После этого все это возникает. Еще одна незаконная точка по продаже алкоголя. Продуктовый магазин на этой же улице. На кадрах оперативной съемки изъятие более 150 литров нелегальной продукции. Ее нашли как в самом продуктовом магазине, так и в подсобном помещении. Смотрите, ящик. Пять бутылок. Ящик. Открытый. Полный. Ящик. Шесть бутылок. Ящик. Семь бутылок. Ящик полный. И вновь административные дела в отношении продавцов и владельцев торгового объекта. Уголовная же ответственность наступает в случае повторного совершения правонарушения. Санкция по части 4 ст. 171 Уголовного кодекса предусматривает штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года. Обращаю еще раз к жителям заводского района и жителям города Саратов с просьбой по всем фактам незаконной реализации алкогольной продукции сообщать круглосуточным режимом органам внутренних дел для незамедлительного принятия мер. Борьба с незаконной торговлей контрафактного алкоголя ведется в тесном взаимодействии с жителями города и привлечением общественности. Среди последних успешных примеров такой работы – пресечение нелегальной продажи в кафе заводского района, расположенного на остановке общественного транспорта. Обо всех фактах незаконной реализации алкоголя сообщайте в ближайший пункт полиции. В круглосуточном режиме вы можете обратиться и в территориальный пункт полиции номер 10 заводского района по адресу Тульская 2.2. Эллада Абжалимова, Денис Гребенщиков. Вести, дежурная часть Саратов.